Ревизор на линии. Сегодня в Новосибирске прошел очередной рейд по пассажирскому транспорту. Специалисты проверяли в порядке ли у перевозчиков документы, чисто ли в салоне и соблюдают ли водители правила дорожного движения, в том числе время стоянки. Тему продолжит Ксения Бородкина. Остановка Пешеходный мост. В Первомайском районе пассажиры ждут свои маршруты. Среди них ревизоры. Они будут проверять общественный транспорт. Пока смотрят все ли маршруты зарегистрированы в их базе. Проверяем мы карточки маршрута, расписание движения, путевые листы, чтобы вся информация о салоне соответствовала действительности. И практически сразу нарушение. Автобуса под номером 3 до Матвеевки нет в базе. Такой маршрут здесь не должен работать. Правоохранители начинают проверку. Сначала исправность технического средства и снова нарушение. Дверь аварийного выхода не открывается. Водитель в шоке. Он работал на этом маршруте полгода и даже не знал, что он не зарегистрирован. Работа сложная. Ну как? Как все работы, так и эта работа. Ну вообще, знаете, какой штраф выгрозит? Давно не строговали. Узнаем. За все нарушения он получит штраф. За неполадку в «Газеле» 500 рублей. А вот за нелегальную работу на маршруте заплатить придется 5000. Чтобы не получить штраф, водитель общественного транспорта должен разместить в салоне следующую информацию. Обязательно должна быть указана стоимость проезда, схема маршрута, акт осмотра транспортного средства, ну и, конечно, вся информация о перевозчике. Кроме этого, в салоне должно быть чисто. Еще одно нарушение – долгая стоянка. Это происходит чаще всего на маршрутах, которые проходят мимо станций метро. За последнее время больше всего жалоб поступало на автобус под номером 60. Стоянка на станциях метро порой доходит до 20 минут. Это грубое нарушение. Буквально на той неделе мы опять вызывали к себе перевозчика, который осуществляет перевозки на 60 маршруте. В итоге разбирательств к водителю применены меры дисциплинарного воздействия. То есть объявлены выговоры. И, тем не менее, эта остановка у нас находится на постоянном контроле. Она постоянно висит на мониторе у центрального диспетчера. И, в принципе, я хочу сказать, что данная ситуация сдвинулась. В последнее время такие рейды стали проводить гораздо чаще. Главная задача – сделать общественный транспорт безопасным и комфортным. Если вы стали свидетелями каких-либо нарушений, то можно позвонить в Центральное управление городским автоэлектротранспортом по телефону 347-0047. Ксения Обороткина, Семен Татаринов. Новости ОТС.